Друзья, мы сегодня с вами говорим на очень важную тему о том, как просто жизненно необходимо развивать навыки и умение просить. Мы все время почему-то стесняемся этого, мы все такие самостоятельные, мы все там я сам, я сам. Это один из самых недооцененных навыков, потому что нам кажется, что это какое-то проявление слабости, это какое-то унижение, и мы потом обязательно должны будем человеку что-то вернуть и какие-то убеждения, которые на самом деле мешают нам жить. Потому что уже по мнению психологов, по мнению ряда исследований выяснено, что люди, которые умеют просить, они более счастливые, более цельные, гармоничные, и они в ответ делают очень много добрых и полезных дел. Знаете, есть даже какая-то старая пословица у китайцев о том, что тот человек, который умеет просить, он выглядит глупцом на 5 минут. Тот человек, который не умеет просить вообще в жизни, тот будет выглядеть глупцом всю жизнь. Этот навык, который помогает нам жить. И знаете, очень часто женщины на себя навешивают, полно обязанностей по воспитанию, домашнему хозяйству, в работе и так далее, и они все время делают, я сама, 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 сама в магазин, сама эти пакеты тачат, и вместо того, чтобы просто попросить своих близких в семье распределить обязанности, чтобы ей помогали, а потом у нас стресс, а потом у нас конфликты, и мы конфликтуем с людьми и не понимаем вообще, почему это происходит. И у меня в жизни, вот недавно была такая история, у меня есть один очень влиятельный друг, который может там помочь многим людям, и есть подруга, которую уволили с работы. Вот она осталась без работы, и я его спрашиваю, слушай, почему ты ей не можешь помочь и устроить? Ты же, собственно говоря, вот так сделаешь, ее там устроят на работу, она сейчас в такой жизненной непростой ситуации, а он говорит, ты знаешь, она даже не попросила, я не знаю, что у нее такая жизненная ситуация, я слышу это впервые от тебя, пусть придет и попросит. И она не идет просить, потому что какая-то есть гордость, которая ей мешает, она сидит совершенно без денег, и поэтому, а что такого, если бы человек пошел и просто попросил, и его жизнь бы изменилась бы. И, знаете, я считаю, что этот навык нужно развивать, вот поэтому вам супер задание на следующей неделе или на следующий день попросите совершенно незнакомых троих людей какой-то просьбе. Например, если вы пришли в кафе, попросите там дать вам столику окна, или на улице попросите вам разобраться, куда вам идти, или попросите коллегу что-то там вам помочь с каким-то отчетом. И, знаете, даже есть в психологии такой лайфхак, если кто-то очень понравился, попроси его о чем-то. Если тебе понравился мужчина, попроси его о чем-то, и он тебе поможет, и бессознательно вы сразу станете ближе друг к другу, и он обратит внимание, и, возможно, все это закончится свиданием. Поэтому, друзья, умейте просить, просите, становитесь счастливее, гармоничнее, и пусть в вашей жизни будет наполнено счастьем. Все, пока-пока!